Доброго времени суток, друзья! Константин на связи. Настало время заключить сильного урока по библиотеке для контакта Studio Drummer. В этот раз мы поговорим про вкладку Options. Здесь не так всего много, поэтому разобраться тоже несложно. Ну и к этой вкладке, возможно, не так уж и часто вы будете прибегать. Но все-таки необходимо знать, какие еще дополнительные возможности предоставляет нам эта вкладка. Здесь содержится пара настроек, которые позволят сделать звук барабанов более интересным и, возможно, более натуральным. Итак, заходим во вкладку Options. Здесь мы видим несколько разделов. Начнем по порядку. Первый раздел — это Velocity. Здесь мы видим кривые, которые предоставляются на выбор. Тут имеется в виду коревая Velocity. По умолчанию стоит линейная, но так как MIDI-устройств, тех же самых MIDI-клавиатур, бывает много, и у всех у них разная чувствительность к нажатию клавиши, к силе, к скорости нажатия клавиши. Поэтому и библиотека предоставляет возможность выбора, чтобы сделать игру на барабанах при помощи MIDI-клавиатуры более адекватной. То есть, если вы считаете, что при игре на MIDI-клавиатуре громкость воспроизводимых барабанов не соответствует силе нажатия на клавишу, то есть, к примеру, вы нажимаете сильно, а громкость недостаточная, то можно выбрать вот этот тип, кривой, и в этом случае с ситуацией справиться. Ну, в общем, я надеюсь, что суть ясна. И также есть фиксированная Velocity. В этом же разделе вы можете поменять значение минимальной и максимальной диапазона Velocity. Делайте это для того, чтобы при игре на MIDI-клавиатуре избежать слишком тихих и слишком громких звуков. Переходим дальше. Раздел называется MIDI-мэппинг. Здесь вы можете переназначить клавишам разные инструменты, и что самое интересное, не только инструменты, но также и артикуляцию для этих инструментов. Что такое артикуляция? Для тех, кто не знает, то есть каждым инструментом можно сыграть по-разному. К примеру, если взять кик, то его можно сыграть приглушенно Dumpend, либо в полную силу Open. И для каждой из этих артикуляций, для каждого из этих инструментов, для каждого из этих инструментов можно назначить свою ноту, отличную от того, что уже установлено. То есть по умолчанию стоит дефолтный пресет, кстати, пресет находится здесь, заготовки некоторые уже есть, можете их попробовать, либо же создать свои, то есть вы выбираете ноту, для этой ноты вы выбираете инструмент, для этого инструмента выбираете артикуляцию и нажимаете Apply Change Changes Таким образом вы проходите все ноты, все инструменты, если вам это интересно. И в данном случае, во-первых, вы можете вообще посмотреть, какие бывают артикуляции для инструментов, послушать их, ну и вообще создать пресет, который будет удобен для игры, конкретно для вас. Какие вообще бывают артикуляции, удобно посмотреть в мануале для этой библиотеки. В конце этого мануала вы найдете табличку, где перечислены все возможные артикуляции для всех инструментов. Есть смысл попробовать. Чтобы сохранить пресет, нажимаете на дискетку, даете имя и ваш пресет сохранен. Ну и заключительный раздел в этой вкладке называется он Randomize и обозначает он дополнительное очеловечивание игры на барабанах. То есть какие-то вещи мы уже делали если помните в вкладке Groves. Но также здесь можно это сделать более развернуто. Во-первых, нужно включить эту функцию. И во-вторых, здесь можно сделать так, чтобы от удара к удару у нас отличались некоторые параметры. Пройдемся по порядку. Первый самый избыточные я сделаю избыточные значения, чтобы была видна явно разница. То есть от удара к удару меняется громкость даже одного и того же инструмента. велосити. При изменении значения этого регулятора у нас от удара к удару меняется значение велосити. как вы помните, для разных значений велосити у нас назначены разные сэмплы. То есть у нас установка многослойная и поэтому изменение параметра для велосити может также задать дополнительные возможности по оживлению игры. При изменении ручки тайм у нас меняется некоторая задержка. То есть как вы понимаете при живой игре невозможно делать так чтобы удары приходились на точные моменты времени. и можно такую игру смоделировать при помощи этой ручки. Питч меняет значение высоты тона для инструментов. Как вы помните у всех он есть. Ручка ручка тон меняет тональные характеристики то есть несколько меняет частотную характеристику для инструментов. ручки вообще очевидно что следует придержиться небольших значений этих ручек чтобы не испортить звук а внести только незначительные изменения незначительное оживление в игру электронного барабанщика. На этом курс по библиотеке Studio драмер закончен я надеюсь что он был вам полезен не забудьте подписаться на канал и ожидайте новых уроков по созданию музыки на этом всем пока